Возрождать яблоневые сады в Уральске взялась предпринимательница Марина Кладчикова. Помимо этого, на своих полях в селе Круглозерное женщина выращивает более 10 видов овощей. Всего сегодня свежей и недорогой продукции уральцев обеспечивают около 300 крестьянских хозяйств. В этом году в регионе увеличили площадь овощей и бахчевых. Сейчас они занимают 12 тысяч гектаров. Каждое утро хозяйка овощных плантаций обходит свои владения. Это сейчас на ровной грядке приятно посмотреть. Сколько терпения и силы это стоило, знает только она. На 14 гектарах земли семья Кладчиковых умудрилась уместить картофель, капусту, помидоры, кабачки, морковь, свеклу, лук и перец. Созревают арбузы, дыня, тыква и кукуруза. Сажаем все то, на что идет спрос. Сейчас немножко подойдет уже арбуз. Арбуз сажаем без селитра, поэтому он чуть-чуть попозже, чем ташкентский привозной арбуз. За сезон с полей собирают до 30 тонн одних только помидоров, а огурцы высаживают в двух теплицах на площади 2600 квадратов. Грунтовые дают меньше урожая, говорит хозяйка, так как частые ветра рвут стебли. В среднем удается собирать до тонны огурцов в сутки. Я же тут 13 лет работаю. Мы все работу пополняем. Помидоры, огурцы, все собираем, теплицы. Рабочих много приезжает с города, с поселка приходит. Дают нам картошку, продукцию, капусту на зиму, морковь, свеклу бесплатно. Все поля в хозяйстве окутаны системой капельного орошения. Кладчиковы первыми в области опробовали тогда еще новую технологию. Теперь экономят воду и ждут субсидии. За каждый орошаемый гектар овощей государство выплачивает по 48 тысяч сенге. Под капельным орошением и яблоневые сады. 20 лет назад их вырубили, а Марина решила их возродить. Здесь сад у нас 80 соток. Мы заложили три года назад. Саженцы привозим с Новоорска, с Оренбургской области. В прошлом году было очень много яблок здесь. А в Серебяково гектар 30 соток мы только заложили в этом году весьма. Там 800 деревьев мы посадили. Завершилось строительство овощехранилища вместимостью 100 тонн. Теперь будет возможность сделать запас овощей на зиму, говорит хозяйка. Вся продукция хозяйства мгновенно раскупается на городских рынках. Поэтому в планах строительство еще одной теплицы. Асиль Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов, Западно-Казахстанская область, 24КЗ.